здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала в этом видео я может быть скажу банальные вещи но думаю что среди нас есть и начинающие огородники которым может пригодиться то что я буду рассказывать а так можете дополнить меня в своих комментариях лук севок на репку я сажаю где-то примерно середины апреля и до первых чисел мая как позволяет погода почва у меня глинистые иногда бывает что идут дожди здесь уже не до посадки сейчас лук севок уже вырос это уже репчатый лук посмотрите какая уже у него чешуйка оранжевого желтого цвета и корневая шейка уже истончилась лук у меня правда еще перо зеленые но это ничего страшного по мере просыхания питательные вещества будут переходить из зеленого пера в луковицу поэтому как можно дольше вернее до того момента пока перо не станет совсем сухим мы его не обрезаем а вот после того как вытащили лук из грядки сколько его можно сушить если погода солнечная у меня сейчас дождей нет солнце второй день выдернула я лук вчера но вчера он у меня сушился день на грядке а потом я его на ночь убрала под навес вечером какая-то влажность наступает если оставить лук то перо намокнет а сейчас с утра солнышко я его разложила для просушки на солнце лук таким образом нужно просушить примерно дня два три это уже максимум обычно я просушиваю два дня перо у лука за за эти два дня на солнце подвяливается и теперь после этого его нужно убрать в сухое помещение где где сухо и тепло у меня и желательно чтобы был приток воздуха у меня самое хорошее место для сушки это садовый домик чердак садового домика но сейчас я лук сажаю рядом с домом поэтому я буду искать другое место где-нибудь на высоте у меня есть крытый двор и там буду лук досушивать после того как лук высохнет и перо станет сухое то обрезаем и оставляем кончик пера сухого где-то примерно 7 10 сантиметров не больше обрезать лук вровень с луковицей хвостик и нельзя иначе он будет гнить поэтому оставляем хвостик такой длины спасибо за внимание